Друзья, приветствуем вас на канале Криптокоммонс и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. Цена биткоина опустилась ниже отметки в 22 тысячи долларов, по мере того, как Джером Пауэлл допустил еще более агрессивный подъем уровня ставок. Биткоинов на сумму более 1 миллиарда долларов было перемещено с кошельков, принадлежащих правительству США. Суд одобрил сделку по продаже активов Voyager Binance US, чем оскорбил секс. Alameda Research подает судебный иск на Grayscale из-за самовольного запрета на выкуп. История взлома Tender DeFi. Как получить 1,6 миллиона, заложив 70 долларов. Монеты, находящиеся на кошельке, связанном со взломом Uranium Finance, пришли в движение спустя 647 дней неактивности. И в завершении выпуска аналитика рынка от Кевина Свенсона. Оставайтесь с нами. Цена биткоина наконец-то начала движение после стагнации в течение последовательных нескольких дней. Федеральная резервная система США готовится к поднятию ставок еще больше, так как текущая ситуация требует таких решительных мер, заявил председатель организации Джером Пауэлл. Цена биткоина незамедлительно отреагировала на это заявление, упав более чем на 400 долларов в течение нескольких минут. Председатель ФРС выступил перед Банковским комитетом Сената в этот вторник, предположив, что организация, вероятно, повысит ключевые процентные ставки больше, чем ожидалось ранее. В своем выступлении Пауэлл сказал следующее. Последние экономические данные оказались хуже, чем мы ожидали, что говорит нам, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем мы предполагали ранее. В общем, ситуация на рынке не такая позитивная, как казалось некоторое время назад. В результате цена биткоина немедленно отреагировала на заявление, упав более чем на 400 долларов и опустившись ниже отметки в 22 тысячи долларов, образовав трехнедельный минимум. За последние годы правоохранительные органы США конфисковали тысячи биткоинов, поступавших на площадку Даркнета «Шелковый путь». В дальнейшем часть этих монет время от времени продавалась на аукционах. Более 50 тысяч биткоинов на сумму 1 миллиард долларов были перемещены из нескольких кошельков, связанных с конфискацией правоохранительными органами США, и переведены на новые адреса. Часть из них была перемещена на биржу Coinbase. Большая часть из этих монет, похоже, стала внутренним перемещением, однако 9861 биткоин был отправлен на биржу Coinbase. «Шелковый путь» или в оригинальном названии «The Silk Road» был первым черным онлайн-рынком и первым современным рынком Даркнета. Маркетплейс также был одним из первых, кто начал принимать в оплату биткоины, что помогло в популяризации криптовалюты. Правоохранительные органы США у основателя площадки конфисковали некоторые вещи, включая значительный объем биткоинов. В дальнейшем они время от времени выставлялись на продажу через аукционы. В суде была одобрена сделка по приобретению активов Voyager биржи Binance US. Теперь Voyager должен решить, либо он пойдет на сделку с Binance US, либо полностью завершит начатый процесс о ликвидации. Комиссия по ценным бумагам и биржам стала движущей силой в недавнем всплеске расследований в криптоиндустрии, а также стремилась к жесткому регулированию для недопущения дальнейших кризисов. И хотя определенно предостережения комиссии оправданы, некоторые организации полагают, что американский регулятор забрасывает свою сеть слишком далеко. Подобного мнения придерживается и федеральный судья. Voyager Digital получил одобрение суда на заключение сделки с Binance US. Данная сделка позволит инвесторам Voyager вернуть от 50 до 73% своих активов в зависимости от исхода судебного процесса Alameda против Voyager. В настоящий момент кредиторы Voyager могут получить еще около 100 миллионов долларов, если сделка состоится, а компания не будет ликвидирована. Если все-таки сделка состоится, кредиторам будет необходимо подавать заявку на возмещение через платформу Binance US. Но в данной новости интересно не только это. SEC подверглась критике федеральным судьей. Мотивируя свое решение одобрить продажу, судья США по делам о банкротстве Michael Viles выразил свое недовольство комиссии по ценным бумагам и биржам, а также Министерством юстиции, заявив, что в данном случае даже они, похоже, не уверены в том, что продажа создаст юридические проблемы. Я не могу поставить дело в глубокую заморозку на неопределенное время, пока регулирующие органы пытаются выяснить, что считают ли они проблемой данные транзакции и план или нет. В результате судья Viles подтвердил, что он утверждает сделку с незначительными правками. Питер Арнов, юрист Министерства юстиции, сообщил, что он с коллегами обсуждает возможность подачи апелляции. И это неудивительно, а также и то, что Гэри Гэнслер не выступил с подобным заявлением. Alameda Research подает судебный иск против Гэри Скейл в связи с самовольным запретом на выкуп. Должники FTX хотят разблокировать 9 миллиардов долларов в виде стоимости акций и платы за управление, которые они оспаривают в канцелярском суде штата Делавэр. Кроме того, обанкротившаяся фирма по торговле криптовалютой также предъявила претензии генеральному директору Грей Скейл Майклу Зоненшайну, владельцу Грей Скейл Digital Currency Group DCG, и генеральному директору группы Барри Силберту. Истец утверждает, что Грей Скейл взимала плату за управление на сумму более 1,3 миллиарда долларов в нарушении соглашения о доверительном управлении. Кроме того, в иске утверждается, что компания придумывала оправдание для того, чтобы помешать акционерам выкупать свои акции, что в заявлении описывается как «самовольный запрет на выкуп». В результате таких действий, как утверждается, акции трастов торгуются с 50% дисконтом. В итоге Истец заявляет следующее. Если Грей Скейл сократит свои комиссии и прекратит ненадлежащее предотвращение погашения, акции должников FTX будут стоить не менее 550 миллионов долларов, что примерно на 90% больше, чем текущая стоимость акций должников FTX. Согласно данным Financial Times, Alameda обладает 22 миллионами акций в биткоин-трасте Грей Скейл и 6 миллионами акций в эфир-трасте Грей Скейл. В ответ на запрос CoinTelegraph представитель Грей Скейл назвал данный иск ошибочным. Хакер, укравший активы в криптовалюте на 1,6 миллиона долларов, с кредитной DeFi-платформой Tender.fi вернул практически все средства обратно, оставив себе 97 тысяч долларов в виде вознаграждения за поиск ошибок. Tender.fi подверглась взлому утром 7 марта, а через несколько минут после инцидента в официальном твиттер-аккаунте появилось подтверждение. Согласно данному сообщению, Tender.fi заявила о том, что заметила необычно большой объем выданных кредитов. Начала изучение и на время этого остановила выдачу новых. Согласно данным OnChain, взлом произошел благодаря ошибке в механизме предсказания. В результате чего взломщик смог получить кредит на 1,6 миллиона долларов в эфире, заложив лишь один токен GMX стоимостью в 71 доллар. После успешного взлома хакер оставил сообщение в сети для Tender.fi. Похоже, ваш механизм предсказания был неправильно настроен. Свяжитесь со мной, чтобы с этим разобраться. Данное сообщение говорит о том, что данный хакер является белым. Спустя несколько часов Tender.fi подтвердила, что связалась с хакером и договаривается об условиях. Еще спустя несколько часов платформа подтвердила, что договорилась с хакером, а средства скоро будут возвращены. Хакер оставил себе 97 тысяч долларов в виде вознаграждения за поиск уязвимостей. Спустя один час все остальные средства были полностью возвращены. А транзакцию подтвердили обе компании Tender.fi и компания по криптобезопасности PekShield. Спустя 647 дней пришли в движение средства на кошельке, связанные со взломом Uranium Finance. Хакер DeFi проекта Uranium Finance начал перемещать 2250 монет эфира, что эквивалентно примерно 3,3 миллиона долларов. Монеты были отправлены на CoinMixer Tornado Cash. Данное движение было обнаружено компанией по блокчейн-безопасности PekShield 7 марта. Uranium Finance подвергся кибератаке 28 апреля 2021 года. Целью злоумышленников стало событие миграции токенов версии 2.1, воспользовавшись уязвимостью модификатора баланса проекта. Из протокола, основанного на Binance Smart Chain, было выведено более 50 миллионов долларов. Вскоре после этого происшествия Uranium Finance отложила свои планы по созданию версии 3, а также сообщила о полном закрытии. В последнем сообщении компании говорится следующее. Конечно же, мы продолжим помогать Binance, а также нашим пользователям, насколько это возможно, через Telegram и другие средства. А также окажем любую помощь в перераспределении. Но на этом Uranium заканчивается. Мы не будем принимать попыток снова возродить проект. В данных обстоятельствах это невозможно. И завершает наш выпуск аналитика рынка от Кевина Свенсона. В своем последнем видео Кевин делает упор на то, что после заявления Джерома Пауэлла о возможном большем поднятии процентной ставки, чем ожидалось ранее, фондовые и крипторынки отреагировали нервозно. Последние данные по безработице и инфляции говорят о том, что проблемы все-таки остаются. В итоге наиболее вероятное дальнейшее развитие событий с ценой Кевин видит как в бэковике. Давайте послушаем, что сам Кевин говорит об этом. То, что мы услышали сегодня от Джерома Пауэлла, являлось довольно истребиной риторикой. CNBC подвела итоги этого выступления, заявив, что рынки отреагировали жесткой распродажей. После выступления во вторник Джерома Пауэлла, когда он сообщил, что ставки, возможно, потребуется поднимать выше и дольше, вызывая страхи, возможно, еще больших подъемов. На следующем собрании Центробанка, ближе к середине этого месяца. Так что сегодняшние новости стали фактически бомбой, сброшенной на рынок. И определенно это делает людей еще менее уверенными. Если в прошлые месяцы нам восстановление казалось довольно вероятным, то после того, что услышали сегодня, больше похоже, что, что вещи могут стать нестабильными и зыбкими в течение какого-то времени. В итоге мы можем получить рынок, который в большей степени движется в боковике, нежели в каком-то из направлений. Вот такая ситуация по рынку. И особо здесь добавить нечего. Если экономика не показывает здорового роста, ожидать от рынков много не приходится. Но в любом случае это не конец. Время идет, а ходл продолжается. Поэтому, помимо отличного трейдинга, мы желаем вам прекрасного ходлинга. На этой ноте мы с вами прощаемся и до встречи в следующем выпуске.